Необходимо перенести культурные, языковые вопросы на региональный уровень и перестать спекулировать этим вопросом в Киеве. Пусть каждый регион на местных референдумах сам принимает решение, какие праздники праздновать, какие памятники ставить и на каком языке учить детей. У нас нет языковой проблемы. Я когда включаю телевизор, я могу понять через 20 минут или через час, а могу и не понять на каком языке, там фильм, допустим, определенный идет. Это проблема искусственно раздутая специально политиками в Киеве. Если нам говорят, что нас ведут запрещая учить детей на том языке, на котором ему мать пела колыбельную, что это Европа, никакая это не Европа. Современная Европа как раз многокультурная, толерантная. Украина в 2003 году ратифицировала европейскую хартию о правах региональных языков. И, кстати, Украина, подписывая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, тоже обязалась выполнять все законы, директивы и хартии ЕС. Там четко написано, если на какой-то территории 10 либо более процентов говорит на языке отличном от государственного, то этот язык может применяться как региональный. Со всем уважением к государственному украинскому языку. Но зачем запрещать детям, которые из семей, которые говорят на венгерском, русском, румынском, любом другом языке, учиться на этом языке? ДК, позиция автокоммуника.